Здравствуйте, друзья! В наше время тема развода стоит достаточно остро, и, к сожалению, вопросы о так называемом церковном разводе задают очень часто. Я говорю о христианах, конечно же, и многие, помимо внутрисемейных проблем, не зная церковных постановлений о разводе, впадают еще и в отчаяние, не видя вообще никакого просвета в их жизни. Вот посудите сами, с одной стороны, супруг или супруга, или оба супруга, ведут себя так, как будто семьи вообще не существует, а с другой стороны, и церковь как будто бы отвернулась, и ко всем проблемам присоединяются страдания внутренние, от того, что не знают, что в церкви фактически для таких людей есть план. Они не знают, к сожалению, что двери возможностей в церкви все-таки существуют и в ихней проблеме. Пользоваться этими церковными возможностями или нет – дело самого христианина. Но церковь всегда просит об одном – сначала нужно использовать все возможности, чтобы сохранить брак, а если ничего не помогает, можно тогда прибегнуть и к разводу. То есть церковь никогда не стоит в стороне проблем христианина. Чтобы полностью поднять вопрос развода, или так называемого церковного развода, надо иметь хотя бы представление о том, что такое вообще церковный брак. То есть надо все время понимать, что церковный брак – это церковное таинство, в котором Дух Святой дает возможности жениху и невесте, соединенных любовью и взаимным согласием. И Дух Святой дает благодать и благословение Божие для создания новой семьи, для благословенного рождения детей и их воспитания в христианской вере. Очень важно помнить при этом, что конечная цель каждого брака – конечная цель каждого брака. То есть зачем, для чего браки создаются, кроме того, как благословенное рождение детей. Самая главная цель – это спасение душ всех членов семьи. То есть мы все, вся семья, находимся под Божьим водительством, и Господь ведет нас, дает нам силу, благодать, чтобы переступать через все испытания, проходить все испытания, переступать через разные проблемы, все вместе, спасая так свои души. Конечно же, идеалом или настоящим браком является только первый брак, который несет на себе печать таинства. Ну, помните, да? Апостол Павел сравнивает таинство брака с уникальным союзом Христа и Церкви. Почитайте послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава. То есть брак – это жертвенный союз, жертвенный, не вымогающий, не эгоистический, а жертвенный, где мы жертвуем собою ради блага всех членов семьи. И все члены семьи тоже жертвуют собой ради блага всей семьи. Вот в православной Церкви, когда говорится о таинстве брака, и здесь, пожалуйста, внимательнее, когда говорим о таинстве брака в православной Церкви, всегда имеется в виду благословенный союз любви только одной женщины и только одного мужчины. Почему-то потому, что Бог создал мужчину и женщину, и их благословил, благословил ихний союз и дал им заповедь, чтобы они не только размножались, но и смотрели за всем созданным в этом мире. Конечно же, идеальные браки или совершенные браки, они, конечно же, бывают. Редкость, конечно, но бывают. Но иногда случается и такое, что муж и жена перестают жить в браке. Вместо пребывания вместе они ищут возможности уйти подальше от своей половинки. Развод в среде православных христиан уже давно перестал быть чем-то из ряда вон выходящим. Разводятся люди, в том числе и православные христиане, по разным причинам. То, о чем мы будем говорить сегодня, это ни в коем случае не правила развода, не инструкция для чайников о том, как разводиться по церковному. Хочу предупредить сразу, что я не буду проводить мастер-класс по разводу. Нет, не будет инструкций, потому что их не существует. Вот только рассмотрим возможности, которыми могут воспользоваться православные христиане, только после того, как все варианты сохранить брак и семью были исчерпаны, и брак утратил свой смысл. И так в церкви нет никакого чина развенчания или церковного развода. Это шокер, да? Есть только благословение на второй брак. Со временем церковь сформулировала на основании двух первоначальных причин, каких смерть одного из супругов и прелюбодеяния берутся как за основу. Причем это библейские причины для развода. Конечно, супруг или супруга умерли, второй свободен. И если прелюбодеяние было в семье, тот, который не согрешил прелюбодеяние, тот свободен. То есть может предпринять меры к разводу. Но мы увидим, что церковь использует не только эти две причины, первоначальные причины развода, как основание для развода. Но в своем отношении, из принципа экономии, церковь снисходит и проявляет милость к тем людям. Поэтому на протяжении веков или на протяжении многих лет в церкви были созданы такие основные или открыты основные возможности для развода. Еще раз подчеркну, только после того, как все другие варианты уже были исчерпаны для сохранения семьи и ничего не получилось. И вот какие возможности. Во-первых, отпадение от православия. Причем право просить суд о разводе принадлежит супругу, остающемуся в православии. Еще раз говорю, да, у нас есть в Священном Писании указание на то, что неверующий супруг может осветиться верующей супругой или наоборот. Поэтому это, еще раз говорю, это не инструкция к разводу, это возможности мы рассматриваем. То есть возможность что такое? То есть возможно развестись, а возможно и остаться в браке. Это не значит, вот случилось отпадение от православия, все, пошел он отсюда, или пошла вон отсюда. Такого нету. Мы всегда должны сохранить брак, стараться сохранить брак, потому что это ведет к спасению. Второе. Прелюбодеяние, ну или противоестественные пороки одного из супругов. Третье. Неспособность к брачному сожитию. Особенно если эта неспособность к брачному сожитию началась до брака и не обусловлено преклонным возрастом, иногда бывает, да, женится и в преклонном возрасте. И вот дело возбуждается, дело о разводе в таком случае возбуждается, не ранее, чем через два года со времени совершения брака. Вот если неспособность явилась следствием намеренного телесного повреждения после совершения брака, когда намеренно кто-то, один из супругов наносит телесное повреждение такого плана, что супружеское брачное сожительство невозможно, тоже разрешается развод. Заболевание проказа или сифилисом, ну или любой такой заразной болезнью, смертельной, тоже является, то есть является той возможностью, но можно и остаться. Кто-то может проявить любовь, милость, милосердие, сказать, нет, я с тобой до конца, я буду с тобой до конца, пока ты будешь здесь, и я буду рядом с тобой. То есть это только возможности, запомним себе, это не инструкции к действию, а возможности, это очень важно, почему я так и повторяю часто. Из-за чего заболевания такими болезнями, как проказа или сифилис, тоже могут стать этими возможностями, это все просто, просто из-за этого становится невозможным исполнение супружеских обязанностей, так сказать. Безвестное отсутствие, пропал без вести человек, ну и куда деваться второму. Считается, что если человек пропал не менее трех лет или двух лет, если человек был на войне, или в военных действиях, и пропал без вести. То есть после того, как прошло три года, фактически вторая половинка может уже ходатайствовать о том, чтобы ей разрешили церковный брак с другим мужчиной, или с другой женщиной, если это пропал мужчина или женщина, ну зависит. Присуждение одного из супругов к наказанию, соединенным с лишением всех прав в состоянии. Осудили кого-то пожизненно, все конфисковали, человек не вернется домой, ну или возможно вообще не вернется домой, или будет очень-очень-очень-очень долго в местах лишения свободы, тоже есть такая возможность. Но есть и другая возможность оставаться и ждать этого человека, молиться, оставаться верным этому человеку. То есть это в наших руках, принимать решение. Возможности есть, мы судим сами. Следующим возможностью к растражению брака является очень важно, это очень важно запомнить тоже, посягательство на жизни, здоровье супруга или супруги, ну или детей, нанесение тяжких увечий, или тяжких угрожающих жизни побоев, или важного для здоровья вреда. Поэтому в этом плане тоже есть у нас возможности такие. Потом снохачество, ну это уже об этом говорить не хочется, если честно. Ну такая вот есть возможность для развода. Снохачество, сводничество, или излечение выгод из непотребств супруга или супруги. Потом вступление одного из супругов в новый брак. Автоматически, даёт возможность второму супругу тоже искать брака, второго брака. Может быть, ещё причиной или возможностью для развода, и неизлечимая тяжкая душевная болезнь, устраняющая возможность продолжения брачной жизни. Ну человеку, такого человека обычно отдают на лечение, лечение долгосрочное. Ну при всём при этом, у кого-то может быть милосердное и милующее, любеобильное сердце, которые скажут, нет, я выходить замуж или жениться не буду, раз моя половинка в таком состоянии, буду молиться и буду навещать и помогать, чем могу, но останусь его женой, ну супругом. Потом злонамеренное оставление супруга другим супругом, если оно делает невозможным продолжение бракной жизни. Ушёл кто-то куда-то или наоборот, начали один от другого убегать, уходить, не дай Бог, чтобы они вместе были, не дай Бог, чтобы они вместе сошлись где-то в комнате, уходят, чтобы друг друга не видели. Если это продолжается очень долго, то есть там видно, что уже продолжение бракной жизни невозможно, тоже может быть возможностью, а может и не быть, всё зависит от нас. Однако сегодня самая, ну возможно, самая распространённая причина развода, это развод по взаимному согласию. Знаете, сколько приходило пар ко мне, как священнику, говорят, батюшка, мы хотели бы развестись, а что такое? Ну вот, не сошлись характерами, конечно, такая причина для развода свидетельствует о глубокой христианской незрелости или о полном расцерковлении этих людей. То есть, есть люди искренние, приезжающие в церковь, есть те, для которых это осталось формальностью, есть искренние верующие и есть формальные верующие, которые приняли таинство крещения. Однако, что такое церковная жизнь, ее таинство, или что такое духовная жизнь, например, им непонятно, и они стремятся этого узнать, не исповедуются, не причащаются, не делают, или если и делают, то делают это формально. Обычно для таких людей церковь нужна только чтобы покрестить, повенчать и отпеть все. Конечно же, именно поэтому церковь всегда понимает, что только воцерковленных людей можно рассудить по церковному законодательству, так как для них это будет что-то значить и принесет им духовную пользу. Люди, которые только считают себя православными, потому что крещены в православной вере, но не живут как православные христиане, этого не поймут и не смогут принять. Поэтому очень часто они разводятся просто по гражданскому законодательству и уже ставят батюшку или там архиерея в известность. Вот мы развелись, хотим с предыдущим нашим женой или с мужем. «Сейчас хотим жениться снова». Второй брак просят, благословение на второй брак. Вот если распад брака является свершившимся фактом, особенно при раздельном проживании супругов, а восстановление семьи не признается возможным, по пастырскому снискохождению этот факт также признается разводом. Важно помнить, друзья, что в церкви нет развода, нет развенчивания, как я уже сказал в начале, нет церковного развода, такого не существует понятия церковный развод, но существует понятие второй брак. Значит, в том или ином случае церковью может быть разрешен второй брак, ну и второе венчание, да, по благословению правящего епископа. Вот второй брак, строго говоря, не является уже и таинством сам чин второго брака нерадостный, а покаянный, но тем не менее это возможно жить дальше. Это не исключает супругов из церковной общины. Вот так же, как апостол Павел позволяет в виде снискохождения к немощи второй брак вдовцу, так же дозволяется новый брак, и этим, условно говоря, вдовцам церковь смотрит на этих людей, которые потеряли своих супругов уже навсегда снискохождением, и поэтому разрешает второй брак. В некоторых случаях, ну, в сложных случаях бывает такое, даже третий брак, третье венчание разрешается, но там уже намного всё сложнее. О чём ещё в наше время обязательно надо сказать, это о том, что люди часто путают браки, путают браки, они не путают муж, жену, или там кто-то с кем-то, кого-то, именно название или определение брака, неправильно понимают. Вот есть церковный брак, да, брак, совершённый в церкви, это таинство, это церковное таинство, где мы получаем благодать святого духа, а есть гражданский брак, вот очень часто путают гражданский брак и простое сожительство, и очень часто простое сожительство называют гражданским браком, поэтому надо твёрдо помнить, гражданский брак, это брак, зарегистрированный государством, то есть не тот, где мы просто сошлись, давай поживём вместе, без любой регистрации, да, я понимаю, многие скажут, это же только печать в паспорте, ну, зачем нам такое, ну, скажу вам честно, это не только печать в паспорте, и, между прочим, гражданский брак, хотя и не венчанный, не признаётся церковью блудом, то есть не называется блудом, так как отношения в нём, хотя и без особого благодатного церковного благословения, но содержит вполне зрелое намерение жить вместе, как семья, и, что самое важное, подтверждены совместными обязательствами супругов, там есть обязательства друг к другу, закреплены подписями, да, я обязуюсь, что я буду твоим мужем, и она обязуется, что будет женой, вот, вот, вот в чём соль, почему так есть, а очень, тоже очень просто, есть же много случаев, когда муж или жена христианка, а вторая половинка нет, или вообще атеисты, неверующие, или, ну, не христиане вообще, других вер, ну, и как с такими быть, что выгнаны, не причащать, не причащать тех, которые христиане в этом браке, вот, церковь признаёт гражданский брак, а это тот брак, в котором есть государственная регистрация, и, естественно, причащает, и даёт возможность присоединиться ко всем таинствам церкви, а вот незарегистрированный брак, или фактический брак, это простое сожительство без церковного благословения или гражданской регистрации, без каких-либо обязательств, вот этот фактический брак, так называемый, или незарегистрированный брак, который не есть гражданский брак, вот это называется в церкви блудом, поэтому, если есть возможность сохранить наши браки, сохранить наш брак, в каком бы положении он ни был сейчас, в это время, старайтесь всеми силами сохранить, почему, потому что это дает нам, как христианам, еще одну огромную возможность спастись, помогая друг другу в пределах семьи, поддерживая друг друга, наставляя друг друга, разумляя друг друга, прощая друг другу, давайте, в первую очередь, делать все возможное, чтобы брак спасти, ну а если у кого-то не получается, вот сегодня мы поговорили о тех возможностях, когда христианин может смотреть на то, чтобы ихний брак был, ну, расторгнут в гражданском порядке, ну и чтобы потом была возможность второго церковного брака, второго венчания. Спасибо, друзья, что досмотрели это видео до конца, я думаю, это важный вопрос, я хотел бы попросить одно, поделитесь друзьями этим видео, расскажите им о том, что есть вот такие возможности в церкви, которые действительно просто возможности, не обязательно ими пользоваться, можно использовать другие возможности для сохранения семьи, но, если уже вот некуда деваться, чтобы они знали, церковь их не бросила, церковь всегда проявляет закон экономии церковной, то есть милость его водительства и всегда смотрит о том, чтобы человек или христианин оставался как можно ближе к Богу, в какой бы ситуации в жизненных обстоятельствах этот христианин не находился. Говорите друзьям, поделитесь с ними этим видео и, конечно же, подписывайтесь, если вы еще не подписались. Всего доброго! Храни вас Бог и да благословит Господь нашей семьи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok